Радио 54 Просыпайтесь и присоединяйтесь Запомнил, возьмем вас на работу Мы не можем не поздравить тебя, потому что все новостные ленты пестрили сообщением о твоем, собственно про прощание с холостяской жизнью, да, мы поздравляем тебя Спасибо, спасибо Что у тебя была свадьба недавно Это давно уже было? Ну как давно? Ну как, да, 10 января это было Я так понимаю, что супруга твоя не имеет никакого отношения к театру? К театру нет, совершенно Вот это интересный случай, мне кажется Почему? Нет, это обычная история Нормальная история, хорошая даже Мне кажется, что это здорово, когда люди немножко в разной области работают и при этом как-то живут вместе, и это замечательно потому что, я представляю, актерские браки это вообще такая штука интересная когда два человека с расшатанной психикой как все артисты То есть у вас расшатанная психика, да? Ну конечно, у всех артистов Факт номер один Психофизический аппарат артиста должен все время находиться как бы в возбуждении чтобы для того, чтобы ты мог как бы, так сказать, имитировать эмоции или где-то будить свою внутреннюю подключаться душой на сцене и поэтому у всех артистов мне как физика немножко расшатана Нельзя успокаиваться, иначе это приведет к депрессии какой-то Нет, депрессия просто тебе будет сложно на сцене Получается, ради баланса во вселенной ваша вторая половинка должна быть наоборот абсолютно спокойной Так и есть? Нет, не обязательно Она у меня не совсем спокойная Она слушает тебя с аппаратом Но с аппаратом у нее все в порядке Так что А где вы познакомились? Как это случилось? Банально очень Совершенно в интернете Мы стали переписываться и потом встретились как-то и поняли Она ваша поклонница? Ну, в каких-то вещах, да В каких-то не очень Ну, то есть у нас как в этом смысле Как-то... Я написала, дорогой Павел Я посмотрела несколько ваших спектаклей Вот эти хорошие, вот эти не очень Доработайте, пожалуйста И вы такие... Нет, это случилось уже позже Когда она завоевала мое сердце Уже стало бояться Какие-то спектакли Когда она прощупала тонкий лед И поняла, что вот тут Ему уже можно покритиковать Что касается любимого спектакля Я скажу, что, наверное, это все-таки для меня Довлатов анекдоты Ой, спасибо вам за него Потому что... Да, пожалуйста Просто как-то совпало так Что я всегда любил прозу Довлатова И как-то совпало так Что вот режиссер Дмитрий Егоров Он предложил мне эту работу И мы вместе писали сценарий этот И с ним, и с художником С Евгением Лемешонком И как-то вот там все срослось Там все... Мое отношение к автору Совпало с режиссерским И с художником И как-то мы все... Вы действительно на него немножко похожи Ну, я похож на него только Носом, наверное, и габаритами А так, в общем, нет Ну, вы тоже темненький Ну, в общем, немножко похож Вот, и, наверное, Довлатов анекдоты Это вот тот спектакль Который, как вы говорите, я жду Наверное, всегда Потому что мне он... Но он очень большой И вы... Главная роль это все-таки Такое весомое Мне кажется, это же тяжело Тащить, как говорит один актер На себе весь этот паровозик Паровозик тащить Ну, это, как сказать Ну, это тоже... Это как... Это то же самое, как бы вот Не знаю, там, футболист жаловался Вы знаете, нам бегать приходится Ну, как бы, ну, друзья Это часть профессии Часть работы, которую ты обязан Выполнять, если ты профессионал Вы из семьи актеров Да Как Саша уже сказал, мы готовились Да Вы читали ваше интервью И за ваш выбор профессии Ваш отец назвал вас Не очень умным человеком Да Как... Дураком Сожалеете Что значит не умным? Просто дураком Ну, я же не могу вас В эфире другом назвать Мне стыдно Так вот, сожалеете, что пошли Сожалеете о выборе И что бросили спорт? Ну, иногда Есть моменты, когда мы все устаем Да Вот, когда Говоришь, будь Все проклято Ну, что ж такое-то И иногда, конечно, ты думаешь Господи, ну, зачем Ну, был бы я спортсменом Не знаю Приходится бегать Мама хотела, чтобы я стал Языками заниматься Чтобы я стал каким-нибудь Переводчиком там И иногда думаешь Да, зачем, блин А потом Как лечитесь от таких мыслей? Надо выспаться просто Это все Высыпаемся Высыпаемся И думаешь Да, и господи Хорошо, что это Тем более, что актер Универсальная профессия Ты можешь быть И спортсменом И переводчик Нет 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 На сцене Ты только так думаешь Когда поступаешь в театр Если бы На сцене Я имею в виду Роли Рожить жизнь Конечно, конечно В общем, мне кажется Это наркотик Из-за которого И идут в профессию Потому что У тебя есть возможность Проживать Какие-то чужие судьбы Которые ты В принципе Никогда бы, наверное Не смог в жизни прожить А тут у тебя есть возможность Прикоснуться к этому Попробовать Тем более Ведь называют жизнь игрой Да А тут получается Ты играешь в игре Да Да Если бы ваш сын Тоже выбрал Актерскую профессию Вы бы его назвали Неумным человеком? Ой, не знаю Не знаю Не знаю Вот будет сын Будет пища Для размышления Не знаю пока Работать вместе Вообще с семьей Или не работать Мы касаемо С женой Мы уже обсудили А вообще С членами семьи С друзьями Тяжело вместе работать Как бы Ну, с членами семьи Я особо не работал Но вот С друзьями Нет Это очень даже хорошо Мне кажется Потому что Ну, вот сколько мы Мы очень дружим Со многими людьми В театре Красный факел И как бы И нормально Абсолютно Это здорово Потому что ты Помимо работы Ты можешь где-то Во время отдыха Все время начинаешь Говорить о каком-то Общем, допустим, проекте Если мы допускаем Какой-то спектакль Если мы сидим Где-то отдыхаем С товарищами То мы начинаем Все равно Ну, не слишком ли много Работы тогда Хочется же отвлекаться Ну, иногда хочется А иногда, когда ты Репетируешь спектакль Ты все равно Хочется кому-то Рассказать и высказать Нет, дело не в этом А дело в том, что ты Мыслями все время Возвращаешься туда То есть, когда репетиция Не заканчивается Для тебя, когда ты Вот два часа дня Все, режиссер говорит Все на сегодня Спасибо Все расходятся Репетиция не заканчивается Все равно мыслями Где-то ты продолжаешь Жить Что-то искать Что-то придумывать Где-то копаться Ковыряться И когда рядом товарищи Которые в этом же работают Ты все равно Мы так или иначе Все сводится на это Все равно вы выходите На то, что вы начинаете Разбирать Гляш, а вот если вот так А давай, подожди А если мы Вот в этом диалоге Зацепимся вот за это Там, ну и А критикуете друг друга С друзьями, товарищами По театру Критика вообще Дело неконструктивное На самом деле Есть Советы даете Предложение Вот предложение Вот скорее это предложение Скорее всего А ты попробуй вот так Потому что вот это И это как бы и не критика Потому что критика Довольно такая обидная штука И особенно как бы В таком тонком деле Когда касается процесса Создания чего-то Сочинения Придумывания И поэтому здесь не критика Скорее А вот именно такое предложение Слушай, старик Давай попробуем вот так А если вот так Давай На этом скорее По поводу самокопания Самоискания Ну творческие люди Они вообще отдельные Да Ты согласен со мной Ну не все Не все Конечно Некоторые не копаются Как в том анекдоте Про конкурс гитаристов Да, когда один играл Играл, играл, играл На финале Да, играл, играл, играл Второй вышел Одной струной И выиграл Он говорит А почему Он уже полчаса играл А этот одну струну Он говорит Видишь, говорит Тот еще ищет А этот уже нашел А этот уже нашел Понимает Или там вот Как-то Что-то не складывается Ну Что-то не складывается Конечно Это часто Это практически Каждая роль Которую ты делаешь Это каждый раз Есть периоды Когда ты чувствуешь Какое-то отчаяние Понимаешь Что все это вообще На тебя это не давит Ты на это не обращаешь внимания Ну стараюсь Павел Мы медленно приближаемся К концу нашего эфира И напоследок Хочется спросить Очень много вопросов Приходится В своей жизни Перебирать актерам От себя И от прессы От слушателей От зрителей По привычке Говорят слушателей Вот Что бы вы сами О себе рассказали Что бы вы хотели Донести людям Чтобы они про вас знали Самое важное Я не знаю Мне кажется Что я Блин Ну как вы Задали такой вопрос Не знаю Мне кажется Что Это вот Радио 54 Как сказать Любите Нет Совет даю Какому-то зрителю Про себя Про себя Я хочу сказать Что я Родился в Сибири И живу в Сибири И я очень люблю Сибирь Как таковую Несмотря на мороз Когда мы прилетели Очень недавно Из Швейцарии Откуда мы Где было плюс 6 И мы приземлялись Утром в аэропорту Толмачево И пилот радостным голосом Сказал Температура в Новосибирске Морозная Минус 42 градуса Так весь самолет Так весь самолет Нервно сделал Вот Несмотря на это Я очень люблю Город свой Людей Которые здесь живут Скорее Ну потому что Город как таковой Любить мне кажется Невозможно Можно любить Только людей Которые в нем живут Я люблю этот город Я люблю свою профессию Люблю Зрители Которые приходят К нам в театр И вот Наверное Потому что вы говорите Хочется резюмировать Прости, Саша Что вы счастливы Это да Скорее Я не очень уверен Потому что Я не очень разбираюсь В формулировке Счастнее За что такое Вот Но я скорее Скорее счастлив Вас все устраивает Более чем И город Котором живете И профессия Многое меня в нем Не устраивает Но плюсов больше То есть скорее Я счастлив Чем несчастлив Вот так скажем Я когда учился В театральном училище На втором курсе Снялся В рекламе Вот На свою голову Я снялся в рекламе Пиво И там была такая штука Что значит Нужно было Выигрывать под крышкой Открывать крышку пивную И там находить Какие-то призы Супер приз Был путешествие Куда-то Вот ей богу Не помню куда Неважно В общем реклама заключалась в том Что я поднимался на трап Значит самолет И меня встречалась Стюардация И говорил Ваш билет Я подбрасывал так пробку В кадре И говорил Я еду Вот Рекламу показали По всем каналам Новосибирским Вот И я когда Шел по улице Меня тыкали пальцами Гричали Смотри Я еду Я еду Вот И кульминацией Всего этого было Я спустился в метро Поздно вечером И на платформе Стоял сильно выпивший Мужичок какой-то Который увидел Продукцию видимо Рекламируем Да И он так Ткнул в меня пальцем И так заорал Ха-ха-ха Че Не уехал Вот И после этого я сказал Никогда Больше Никаких Пельменей Пива никакого Пельмени Твой дом Твоя область Новосибирск 106,2 FM